2,8 миллиарда рублей к ногам и под колеса. Именно такую сумму в 2017 году запланировано потратить на ремонт и строительство дорог в Ивановской области. Это на 13% больше, чем в 2016. За счет этих средств продолжится реконструкция дороги Лежнево-Хозниково-Шуя. На участок протяженностью в 3 километра планируют потратить 117 миллионов рублей. В текущем году приступаем к реконструкции автомобильной дороги Южа-Талицы-Нугрейский в Южском районе. Общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Государственной программой реализации данного крупного проекта запланировано до 2020 года. В 3 этапа предстоит провести реконструкцию общей протяженностью 26 километров дороги. В этом году на эти цели планируем направить 60 миллионов рублей. Губернатор жестко отчитал глав муниципалитетов. Никто из них не представил проектно-сметной документации на строительство сельских дорог, тем самым лишив жителей новых дорог, а регион возможности войти в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий. Коллеги, у нас с вами договоренность. ПСД – ваше дело. Будет ПСД – будут деньги. А вот задачи, которые ставит перед собой мэр областного центра, Павел Коньков одобряет. К числу самых ожидаемых работ этого года можно отнести капремонт вокзальной площади и улицы Станкостроителей от Некрасова до полигона ТБО. Доля муниципалитета – 43 миллиона рублей. В остальном город надеется на поддержку дорожного фонда. Всего на текущий ремонт дорог в 2017-м Иваново готово потратить 135 миллионов рублей. Так, в строительном сезоне 2017 года мы планируем выполнить ремонт следующих объектов уличной дорожной сети города. Подход к мостовому переходу через реку с уширением примыкания к улице Революционной, улиц Любимого, Дзержинского, 8 Марта, Поэта-Ноздрина и ряда других. Дорожная разметка и насколько оправданы траты на нее – отдельная тема для дискуссии. На восстановление полос регион выделит 45 миллионов рублей. Областной центр – 13 миллионов. Ярче станут 500 зебр. В целях продления ее функциональной долговечности для нанесения будут применяться только термопластичные материалы. Еще обсудили мероприятие по безопасности дорожного движения, ремонт мостов и тротуаров, и можно ли приступить к ямочному ремонту уже сейчас и класть ли ту асфальт в лужи. Нельзя литым асфальтом работать в грязь класть, в снег, в воду. Поверхность должна быть сухая, очищенная. Вот тогда можно в сухую погоду работать литым асфальтом и до определенных температур. Тем не менее, первоочередная задача, по мнению губернатора, именно ямочный ремонт. Нельзя пропускать ни одного погожего дня. А если потребуется – сушить выбоины любыми доступными способами. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.